Материал РА. Книга 5. Сеанс 31. 25 февраля 1981 года. РА. Я Исмра. Я приветствую вас в любви и свете одного бесконечного творца. Сейчас мы общаемся. Вопрос. У меня есть вопрос, который попросил задать инструмент. Вы рассказываете о разных видах блокирования и передаче энергии, позитивных и негативных, которые могут происходить благодаря участию в действиях сексуального размножения. Не могли бы вы объяснить блокировки и передачи энергии с акцентом на то, что индивидуум, желающий жить по закону одного, мог бы позитивно делать в этой области? Можете ли вы ответить на этот вопрос? То есть во время взаимоотношений мужчины и женщины могут возникать блокировки и можете вот это объяснить, как это все происходит? РА. На фоне того, что мы уже говорили, частично можем. Это намного более продвинутый вопрос. Из-за его специфики мы предлагаем общий ответ. Первая передача энергии – красный луч. Это случайная передача. И она связана только с вашей системой размножения. При попытках сексуального контакта оранжевого и желтого лучей блокирование возникает тогда, когда на этих лучах вибрирует только одна сущность. Сущность, сексуально вибрирующая на этих лучах, будет обладать неуемным аппетитом к сексуальной активности. Эти вибрационные уровни ищут активности зеленого луча. Возможность передачи энергии оранжевого или желтого луча существует, но будет негативно поляризована, поскольку другой партнер будет рассматриваться скорее как объект, чем как другое «я». То есть первый партнер будет считать себя либо вором, либо хозяином ситуации. У зеленого луча есть две возможности. Во-первых, если оба партнера вибрируют на зеленом луче, передача энергии будет взаимно усиливаться. Негативный полюс, или, как вы называете это, женщина, вытягивает энергию из корней мужчины через энергетические центры и восстанавливается физически. Позитивная, или мужская полярность, какой она видится в вашей иллюзии, находит в передаче вдохновение, удовлетворяющее и питающее духовную часть совокупности ум-тело-дух. Оба партнера поляризуются и высвобождают избыток того, чем каждая блатает в изобилии, благодаря природе разумной энергии, то есть негативно-интуитивные и позитивно-физические энергии. Такая передача энергии блокируется только тогда, когда одна или обе сущности ощущают страх, что ими обладают, или желание обладать. Вторая возможность зеленого луча. Когда энергия зеленого луча предлагается только одной сущностью, другой партнер не предлагает энергию универсальной любви. Это приводит к блокированию передачи энергии у того партнера, который не предлагает энергию зеленого луча, усиливает его недовлетворенность и аппетит. Зеленый луч слегка поляризован на служение другим. Сейчас среди ваших людей передача энергии голубого луча происходит очень редко, но оказывает большую помощь благодаря передачам энергии, связанной со способностью выражать себя без страха или ощущения угрозы самосохранению. Передача луча индига крайне редка среди ваших людей. Это священная часть совокупности тела, когда контакт с разумной бесконечностью может осуществляться только через фиолетовый луч. На двух последних уровнях блокировки возникать не могут, потому что если обе сущности не готовы для этой энергии, она не наблюдается, не передается и, следовательно, не блокируется. Это все равно, что удалить из мотора распределитель зажигания. Ну, в принципе, это уже рассматривалось до этого в предыдущей книге, но можно еще раз приближаться вновь. Значит, он рассмотрел все чакры, начиная с нижней чакры и говорит, что красная – это во время секса, во время общения мужчины и женщины на этой вибрации передается размножение. То есть, функция размножения основана на передаче красного луча, энергии, вибрации красного луча. И это происходит, можно сказать, случайно. Это может произойти при любом контакте, случайной передаче. Ну, при этом, раз случайно, то, наверное, это отвечает на вопрос, а можно ли запрограммировать пол ребенка, именно рождение и так далее. Тут написано случайно. Может, да, может, нет. Дальше он переходит к оранжевому второму, второй чакре и желтому лучу. Это доминирование, это превосходство, как бы, первое – это было просто, как бы, жизнь, а второе – это уже удовлетворение и управление, манипулирование другим. Тут говорится, что блокирование может возникать энергии, когда один из пары не хочет, ну, как бы, не хочет секса, не получает удовольствия. И, или это дальше идет, что, ну, не хочет, да, то есть один доминирует, один, так сказать, ну, наверное, чаще всего мужчина, хотя варианты разные могут быть, да, один доминирует, второй поддается. Значит, вот у нее тогда, у второго идет блокирование передачи или приема энергии, а этот, у этого все нормально. Ну, то есть, блокирование, хорошо ли это плохо? Идеально или правильно или хорошо, когда идет взаимопередача, как вот там дальше будет уже по тексту. Женщина забирает у мужчины, как бы, физиологию или, как бы, физическую силу, отдает ему интуитивные, энергию интуиции. И оба это полезны, и все, все это в избытке у женщин и мужчин. То есть, нет такого, что кто-то кого-то там высасывает, да, как вампир. Все передается гармонично. Вот, ну, короче, желтый и оранжевый прошли, что если кто-то, ну, как бы, не отвечает чувством, не хочет этого контакта, то тут блокируется передача энергии у себя. Зеленая тоже, безусловно, любовь, и здесь две возможности. Если оба в гармонии, если оба, ну, как бы, по любви, да, то эта энергия передается и еще взаимно усиливается. Вот, и, соответственно, наверное, и оргазм, все остальное, все удовольствия тут будут соблюдаться, да, и увеличиваться. Но если один из них, как и в предыдущих вариантах, поддается, не хочет или так далее, ну, тогда возникает второй вопрос. То есть второй вариант, так, где это, сейчас посмотрю. Когда только один передает луч, а второй не предлагает эту энергию, и тогда тот, кто не предлагает, у того это блокируется. Усиливает неудовлетворенность и аппетит. И вот тут у меня возникла некая такая мысль, наверное, в этом и есть подсказка. То есть ситуация абстрактная. Значит, мужчина чаще всего удовлетворяется, женщина не удовлетворяется. И, то есть он передает, он хочет все это передать и это самое, ну, и получить. Но женщина каким-то образом обижена, ну, не знаю, устала, ну, что-то такое, да, надоел, чесноком пахнет, что-то такое, да. Она не получает удовлетворения. И у нее увеличивается аппетит. И тогда, наверное, после этого она ищет партнера другого, который ее удовлетворит, и она получает то, что не получила с этим мужчиной или с мужем, да. Так возникает измена. И, может быть, наоборот, значит, зеркально, да. Он не получает, что хотел бы, соответственно, он идет и получает то, что хотел в другом месте. Вот из-за этого. Все это обществом рассматривается как аморальность, похоть или что-то такое. Всего лишь есть блокировка определенная. Так, дальше. Дальше говорится про голубой луч. Это очень редко. Но это вишутха, насколько я помню, горловая, как бы, да. Ну, это уже на уровне. Вот у нас, у меня есть этот голубой луч, как один из сеансов исцеления. Вот, значит, убирание страха, ощущение угрозы. Все это уходит у тех, кто имеет этот голубой луч. Дальше луч индига. Это третий глаз, синий, да, шестая чакра. Тоже крайне редко. То есть, ну, это уже уровень развития высокий. Вот. Это священная часть совокупности тела, когда контакт с разным бесконечным может осуществляться только через фиолетовый луч. Но тут как-то говорит про синий и тут же переходит на фиолетовый. И дальше. На двух последних уровнях, фиолетовый и синий, блокировки возникать не могут. Потому что, если обе существа не готовы для этого, то этой передачи не произойдет. И, соответственно, это не будет блокироваться. То есть, на пяти чакрах энергия будет происходить даже в одну сторону. А с шестой, шестая и седьмая чакры, это уже, если человек не готов, то даже в одну сторону не будет передачи. Не знаю, насколько это важно, но вот так вот написано. Вопрос. Не могли бы вы дать определение передачи сексуальной энергии и расширить ее значение? Ну, вот важный вопрос. А что такое передача? Ра. Передача энергии подразумевает высвобождение потенциальных энергий в, скажем, потенциальное пространство. Передача сексуальной энергии происходит благодаря поляризации двух совокупностей ум-тело-дух, потенциально отличающихся друг от друга. Тогда природа передачи или блокирования энергии является функцией взаимодействия двух потенциалов. В случаях, когда имеет место передача, вы можете уподобить ее замкнутой цепи. Также вы можете рассматривать эту активность, впрочем, как и все другие активности, как активность Творца исследующего себя. Ну, что он говорит, передача энергии, это как вот электроэнергия переходит из плюса в минус, да? Но лучше представить, как замкнутую цепь, когда из плюса в минус, из минуса в плюс идет циркуляция энергии. То есть, женщина минус, мужчина плюс, из плюса идет минус, а из минуса идет плюс. Взаимное вот это вот наполнение. То, что у кого есть. У мужчины есть свое, у женщины свое. Вопрос. Может ли сексуальная активность являться первичным механизмом Творца для исследования себя? Первичным. То есть, первым. Ра. Это не совсем подходящий термин. Возможно, уместнее было бы воспользоваться словосочетанием один из свойственных Творцу способов познания себя, поскольку в каждом взаимодействии, независимо от искажения, Творец исследует себя. Осознание Творцом себя, как бисексуала, обладает потенциалом, позволяющим воспользоваться двумя преимуществами. Первое. Сущность с активированным зеленым лучом обладает потенциалом непосредственной и простой аналогии с тем, что вы можете назвать радостью духовной и метафизической природы, существующей в разумной бесконечности. Это большое подспорье в постижении подлинной природы бытия. Другое потенциальное преимущество актов бисексуального размножения – возможность священного понимания или связи, скажем, с входом в разумную бесконечность, поскольку при надлежащей подготовке можно осуществлять то, что вы называете магией, и достигать ощущений разумной бесконечности. Позитивно ориентированные индивидуумы посредством поиска или волевого акта, концентрирующиеся на таком способе достижения разумной бесконечности, способны направлять разумную бесконечность на деятельность, которую желает выполнять будь то знание служения, способность исцелять или любое желаемое служение другим. Таковы два преимущества этого конкретного способа Творца – исследовать себя. Как мы говорили раньше, сила такого способа передачи энергии в том, что он открывает дверь, скажем, желанию в совокупности ум-тело-дух служить другим «я» бесконечным числом способов, что создает позитивную поляризацию. Значит, что Нара тут отвечает? Ну, говорит, это не совсем подходящий термин. Был вопрос, является ли сексуальная активность, секс, первичным механизмом Творца для исследования себя, Творца. Это не совсем подходящий термин. Лучше воспользоваться словосочетанием «один из свойственных Творцу способов исследования себя». Потому что есть способ, например, еды, да, или зеркальное занятие. Ну, в общем, любое занятие, которое человек делает, это познание себя. Человек едет на машине, он познает себя и Творца. Он чинит машину, он продает машину, он сажает огород, он купается, он загорает. Все это познание. Вот любое занятие – это познание. И секс – это тоже одно из возможностей, один из способов познания себя. Поэтому так точнее. Дальше. Осознание Творцом себя как бисексуал. Тут надо, наверное, пояснить, что имеется в виду не Творец бисексуал, а Творец, который и мужчина в мужчине, и женщина в женщине. И тогда Творец, состоящий из мужчины и женщины, он бисексуал. Би. И такой, и такой. Вы понимаете, да? То есть не Творец бисексуал, а в этой паре, мужчина и женщина, Творец един. Он и мужчина, и женщина. И взаимоотношения вот эти, он как бы находится как бы третьим или три в одном. Вот, кстати, 31 сеанс, да, сегодня. Три в одном. И Бог, и Творец, и мужчина, и женщина, их трое. Но все они едины. Они единица. Три в одном. Или тринадцать. Тоже так же. Один в трех. Значит, и дальше он говорит. Первое, что при этом получается. Два таких опыта. Первое. Сущность с активированным лучом безусловной любви может в этот момент во время секса получать радость духовную и метафизическую. Ну, то есть, любовь, оргазм, наслаждение. Вот разные такие вот эмоции, да. Это первое. То, что человек может, люди с зеленым лучом могут получать. И второе, уже про размножение говорится, продолжение этого акта, это размножение. То есть, беременность, появление детей, ребенка. Это уже, как написано, возможность священного понимания и связи с входом в разумную бесконечность. Там и магия, и так далее. Магия, кстати, тоже. Значит, смотрите, что возникает. Человек вдруг понимает, мужчин, например, или женщин, не знаю, оба понимают, что в результате их вот этого радостного общения вдруг появляется нечто третье. Это вообще магия. Как это там? Какая-то капелька куда-то там капнула, что-то протекло, и вдруг раз, появляется третий человек. Это магия. Вот это, наверное, это в первую очередь имелось в виду магия. И возникает уже ответственность перед этим ребенком, которая, суть их двух. И вот это вот второе, второй опыт. Первое, это вот наслаждение, любовь и так далее, удовольствие. И второе, вот это вот понимание, а для чего ребенок родился, а мы для чего были рождены. Не только для секса, но и для продолжения рода. А как это будет дальше? А вот мы умрем, а вот внуки. То есть, размышления про разумную бесконечность. Вот два таких урока, что ли, отсюда уходят. Ну вот как-то так. Это вот основное. Вопрос. Не могли бы вы немного расширить следующую концепцию? Бисексуальное размножение не только позволяет Творцу лучше познать себя, но и создает в нашей плотности потомство или обеспечивает путь другой сущности войти в третью плотность. Ра. Как мы говорили раньше, передачи сексуальной энергии включают передачу красного луча. Случайно. И помогают второй плотности в попытках роста и выживания. Это естественная функция сексуального взаимодействия. Потомство, как вы называете воплотившуюся сущность, обретает возможность получить совокупность ум-тела, предложенную случайным актом или событием, которое называется оплодотворением яйца семени. Это дает сущности возможность войти в эту плотность, как воплощенная сущность. Двум же сущностям, вовлеченным в передачу энергии путем бисексуального размножения, обеспечивается потенциал для большего служения посредством воспитания менее опытной сущности, пока она обретает опыт. Здесь интересно отметить следующее. Всегда существует вероятность использовать эти возможности для негативной поляризации. Такие возможности прибавились в результате постепенного накопления за многие тысячи ваших лет искажений общественной совокупности, создающих тенденцию, скажем, к путанице с аспектом служения другим я, посредством передачи сексуальной энергии и последующими возможностями служения другим я. Значит, что Ра говорит? Он повторяет, что при передаче сексуальной энергии случайно может возникнуть ребёнок. И это оплодотворение яйца, семени, даёт возможность зачатия. Дальше родителям есть возможность, то есть родители получают возможность для воспитания ребёнка, пока она не претёт опыт. И здесь всегда существует вероятность вот это воспитание превратить в негативную поляризацию. То есть любимый ребёнок или младший, или любимый, и можно его избаловать. То есть он может встать в служении себе. То есть я маленький, я ваш любимый, вы мне там то дайте, это дайте. И вот тут возможность для негативной поляризации. Этого ребёнка имеется в виду. И дальше он говорит, что тут может возникнуть путаница с аспектом служения другим я. Ведь родители, они служат ребёнку, они, он же маленький, да, и он может маленьким быть до 30 лет, или всю жизнь быть маленьким, да. Он маленький, мы должны им помогать, мы должны, они должны, родители должны. А он ничего не должен. Ну, так может быть. И так часто бывает. Соответственно, они думают, что они делают доброе дело, они служат как бы другим в лице их ребёнка или детей. А дети это воспринимают по-своему. Эти родители, да вообще все люди, должны им по жизни что-то. Вот путаница. Родители думают, что они делают всё верно, не понимая, что этим они портят своих детей. Вопрос. Если передача сексуальной энергии происходит на зелёном луче, а я полагаю, что в этом случае не происходит передачи красного луча, значит ли это, что тогда не происходит оплодотворение и рождение сущности? То есть вопрос такой. Если люди духовные обмениваются безусловной любовью на зелёном луче, то значит красный луч не работает и не будет в зачатии? Ра отвечает. Нет. За счёт самой природы и совокупности тела передача энергии красного луча происходит всегда. Случайный результат передачи сексуальной энергии будет таким, каким будет, то есть функции вероятности оплодотворения в данное время у данной пары сущностей, если ни одна из них не искажена в любом жизненном смысле энергиями жёлтого или оранжевого луча. Следовательно, дар предоставляется бесплатно, не требуя возмещения ни от тела, ни от ума, ни от духа. Зелёный луч – это луч завершённой универсальности любви. Он отдаётся, ничего не требуя взамен. Вот тут такой момент, попробую я его рассмотреть. Во-первых, он отвечает, что нет, что зелёный луч, что какой-то там голубой, или синий, или оранжевый. Красный будет передаваться в любом случае, но по алгоритму случайности, то есть нет какой-то гарантии. Это неважно, какой луч. Но вот тут момент. Если ни одна из них не искажена в любом жизненном смысле энергиями жёлтого или оранжевого луча. Случайный результат передачи сексуальной энергии будет таким, каким будет. То есть функция вероятности... Но вот он не сказано, что. То есть он говорит о том, что если в этой паре кто-то подвержен позиции или жертвы, или хозяина, то есть кто-то доминирует, то случайность может не произойти. Но только в какую сторону? Или вообще не будет? Или будет в запрограммированный этим хозяином, например, в варианте? Вот тут не расписано. Случайный вариант будет таким, каким будет. Если ни одна из них не искажена в жизненном смысле энергиями жёлтого или оранжевого луча. А если искажена, то случайным не будет? Случайно не будет. Давайте его раз уточню. Рад здесь? Да. Скажи. Значит, вот пара. У них секс. Один из них доминирует. Он хозяин. Сильник, да? Ну как тот такой, доминирующий. Вторая жертва. Вот так. По поводу случайности зачатия. В этом случае зачатие будет более вероятно? Менее вероятно. Менее вероятно. Или исключено? Менее вероятно. Но он говорит так, что ну в принципе в этом даже есть логика определенная. Ну я такие ответы получил. Значит, если идёт вот такое как бы доминирование, то вероятность зачатия снижается ну ближе к нулю. Но не ноль. Всё равно не ноль. Что я спросил. Не будет вообще? Нет. То есть будет. Снижается? Да, снижается. Увеличивается? Нет, не увеличивается. Ну это логично, потому что там вы знаете физиология наверное у женщин что-то надо чтобы что-то открылось чтобы туда попало. А когда женщина зажата то так, а если наоборот? Если женщина доминирует? Так, сейчас я пересправлю. Женщина доминирует? Тогда оплодотворение увеличивается? Всё равно уменьшается. Сейчас. А, смотрите. Если женщина доминирует то вероятно зачатие увеличивается по сравнению с нормой. Сейчас, секундочку. А, не. По сравнению с вариантом когда мужчина доминирует. Так, ещё раз сейчас перепроверю. Значит, ситуация мужчина доминирует значит зачатие уменьшается по сравнению когда двое в согласии в любви. Так? Да. Если женщина доминирует то у неё вероятность зачатия больше в случае доминирования мужчины. Так? Да. А если сравнить когда двое в любви где больше вероятность зачатия? Да. Где больше где двое в любви? Ну вот так получается. Двое в удовольствии в любви у них вероятность зачатия больше на первом месте на втором месте если женщина доминирует и третье место если мужчина доминирует. Не знаю насколько это важно но вот решил выяснить. Ну и написано что зелёный луч а ну да что зелёный луч это луч безусловной любви и она отдаётся эта энергия безвозмездно без безусловно не требует взамен ничего вопрос мне интересно стоит ли какой-то принцип за тем что сексуальный союз не обязательно ведёт к благотворению меня не интересуют физические или химические принципы меня интересует стоит ли за тем что пара может иметь ребёнка или или всё происходит случайно какой-то метафизический принцип то есть вопрос оплодотворения как вообще вследствие чего происходит или это случайно или какая-то есть закономерность рано в определённых пределах это случайность если сущность достигла старшинства когда сама выбирает базовую структуру жизненного опыта она может выбирать воплощение физической совокупности не способной к размножению вот почему мы видим сущности выбравших путь оставаться бесплодными другие сущности посредством свободной воли могут пользоваться разными средствами для предотвращения облаготворения с такими оговорками всё происходит случайно ага значит он говорит о том что продвинутые в предыдущих воплощениях души могут выбрать опыт без без детей и мы таких людей можем наблюдать кто не может родить есть второй вариант когда люди в этой жизни осознанно себя в этом ограничивают да и тоже не имеют детей то есть они влияют на нерождение с этими оговорками всё происходит случайно то есть он всё равно говорит рождение детей это случайность но можно его отключить до воплощения и во время жизни спасибо в предыдущем материале вы упомянули магнетическое притяжение не могли бы вы дать определение этому термину блавацкий такой термин есть рано мы воспользовались этим термином чтобы указать на то что в вашей сексуальной природе присутствует нечто называемое полярностью полярность может можно менять потому что в каждой сущности присутствует и мужская и женская полярность хотя чисто биологически каждая сущность является мужчиной или женщиной поэтому вы можете рассматривать магнетизм так встречаются две сущности с надлежащим равновесия мужского женского и женского мужского они ощущают притяжение которые силы поляризации будут оказывать друг на друга сила бисексуального притяжения такова для принятия решения ощутить притяжение сексуально противоположно поляризованной сущности не требуется совершать волевое усилие притяжение неотвратимо и обеспечивает надлежащий путь для свободного потока энергии путь может блокироваться каким-то искажением возникающим за счет веры убеждения сущности что притяжение нежелательно однако базовый механизм функционирует так же просто как скажем магнит и железо был вопрос шутка магнетическое притяжение ну говорит полярность есть у каждого человека ее можно менять и при этом и мужчин и женщин есть две энергии мужская и женская но это находится в определенном равновесии у мужчин мужское женское преобладание мужского у женщин женское мужское преобладание женского соответственно условно говоря можно принять что мужчина плюс хотя имеет минус а женщина минус хотя тоже имеет небольшой плюс но дальше уже как магниты железа они притягиваются и суть притяжения бисексуально такова для того чтобы ощутить вот это притяжение не нужно делать волевой усилий то есть мужчина смотрит на женщину он не заставляет себя почувствовать притяжение или притянуть ее к себе он не делает какие-то шаманские ритуалы или усилия это происходит по природе естественно вот дальше напишет притяжение неотвратимо и обеспечивает надлежащий путь для свободного потока энергии от мужчины к женщине и от женщины к мужчине но этот путь ну как бы о мне нравится привет там ты кто муж отойди у меня вот возникло некое такое желание а женщина такая да да у меня тоже возникло желание муж посиди сейчас мы чуть-чуть реализуем наше желание вот путь к таким вот простым передачам может блокироваться каким-то искажением за счет веры убеждения человека что такое притяжение нежелательно ну то есть мы мы современные люди мы не можем там не знаю понимаете да то есть мораль хотя согласно таким взглядом ра ну как я понимаю в этом особо нет ничего такого криминального или преступного но если есть мораль если есть какие-то блокировки или там ну если человек считает что это недопустимо значит недопустимо а если допустимо значит вот они втроем жили и ну как бы это они допустили между собой что так нормально вопрос мы сталкиваемся с увеличением числа воплощающихся здесь сущностей обладающих тем что называется гомосексуальной ориентацией не могли бы вы объяснить и расширить эту концепцию такие сущности ощущают большую часть искажения в результате того что они исследовали много воплощений как биологический мужчина и биологическая женщина это означает буквально следующее то что вы называете гомосексуальностью в активной фазе отражает тяжелое вибрационное состояние вашей планетарной сферы в самых густонаселенных странах существует то что вы можете назвать большими вторжениями в ауру в перенаселенных городах при таких обстоятельствах будет происходить путаница он говорит что что и города влияют на вот этот процесс гомосексуальности и большая часть этого этой проблемы в том что что они много жили как мужчина и женщина и вот в этом воплощении как я понимаю возникла уже некая путаница он там не знаю сто раз был мужчиной сто раз женщиной и сейчас он кто-то мужчина но у него женских воспоминаний больше и повадки характер у него женский и он вспоминает ощущать себя женщиной но у него посмотрит тело-то мужское и вот у него некая проблема второе то что в городах влияние на ауру какое-то ну вот он дальше идет вопрос почему густота населения создает путаницу потому что мне тоже не очень понятно ра бисексуальное размножение ставит своей целью не только функцию воспроизводства но и пробужденное этой активностью желание служить другим в ситуации перенаселения когда каждая совокупность ум-тело-дух непрерывно бомбардируется другими я естественно что особо чувствительные сущности не ощущают желания служить другим также это увеличивает вероятность отсутствия желания или блокировку репродуктивной энергии красного луча в малонаселенных районах та же сущность посредством стимула ощущения одиночества обладает большим желанием искать кого-то кому можно было бы служить и тем самым упорядочивает сексуальную репродуктивную функцию о ну наверное я это уже рассуждал обсуждал ну давайте как бы свежим взглядом значит ра говорит вопрос на в ответ на вопрос как густота населения создает путаницу с ориентацией когда в городах много народа то это влияет на некоторых чувствительных людей и отбивает у них желание служить другим а служение другим лучше всего в паре ну в паре я мужчина я защищаю я люблю я там забочусь о ну не о мужчине же а женщине да и когда народу много это кстати в Японии такая там много народу и там контактов сексуальных все меньше и меньше по статистике там то роботов берут то еще что-то такое то есть вот это как раз про это он и говорит и нет желания создавать семьи рожать как-то так вот и то есть пропадает и плюс к этому я добавлю были исследования крыс когда им создавали идеальные условия они размножались до такой степени когда в какой-то момент они перестали спариваться они становились гомосексуальными когда их когда кормежки много и народу много то это в итоге приводило гомосексуализмом и колония крыс вымирала в итоге вот про это говорить и тут есть подсказка если взять такого гомосексуального человека и переместить его куда-то в деревню там он может так сказать свою ауру проветрить подумать и потянуться уже к тому кому он может служить о ком может заботиться о женщине или наоборот то есть лечение если это назвать лечением или изменение или влияние или понимаете да отправить таких людей куда-то в деревню пожить и там может быть изменение мировоззрения ну отправить тоже такое грубое слово нарушение свободы воли ну предложить пожить там ну они могут сказать а что нас все устраивает вы о себе забудьтесь а мы вот так вопрос приблизительно сколько предыдущих воплощений мужская сущность нынешнем воплощении должна была провести в форме женской сущности чтобы сейчас обладать гомосексуальной ориентацией ну то есть вопрос сколько раз он мужчина должен быть женщиной перед этим воплощением чтобы в этом воплощении мужчиной чувствовать себя женщиной ра если сущность обладает приблизительно 65% своих воплощений сексуально-биологической совокупности тела с полярностью противоположной полярности нынешней совокупности тела такая сущность подвергается гонению в ваших городах и может стать той которую вы называете гомосексуальной в этой связи следует отметить хотя это намного труднее сущность такого вида может верно и искренне служить другим на зеленом луче любви не сексуальной природы и таким образом приспосабливаться или уменьшать искажение своего сексуального нарушения то есть ответ такой ну 65 процентов не знаю допустим 100 воплощений у него было у человека у мужчины ну взять там Чайковского да он же был таким да вот у Чайковского было 35 воплощений мужчины и 65 воплощений женщины и вот он родился Чайковский Петр Петр Ильич и ну вот так получилось и тут он отмечает что такая сущность может быть талантливой и мы часто видим что гомосексуалисты они утонченные артисты они вот такие да они готовы верно искренне служить другим на зеленом луче любви не сексуальной природы создавать какие-то произведения картины музыку и так далее Фредди Меркури можем вспомнить там этого ну не буду всех перечислять короче они артисты они вот могут выражать свое внутреннее я вот такими и надо я думаю к этому относиться терпимо если они не лезут в глаза да вот вопрос существует ли импринт отвечающий закодирование днк сущности так что сексуальные пристрастия отпечатываются в соответствии с предыдущими сексуальными опытами импринт шаблон что ли рам частично да исходя из природы одиноких сексуальных опытов в большинстве случаев не похоже на то чтобы то что вы называете мастурбацией мастурбацией оказывало отпечатывающий эффект на последующие опыты такое может происходить в результате первых опытов которые можно рассматривать как гомосексуальные среди молодежной возрастной группы однако часто это невинное упражнение вызванные любопытством но верно и то что первый опыт в который активно вовлечена совокупностью тела дух будет накладывать отпечаток на сущность в виде предпочитаемых жизненных опытов но вопрос был импринт сейчас секунду ну да импринт это некий шаблон память о предыдущем он был если вот этот импринт который влияет на сексуальное пристрастие воплотившегося человека вот частично да дальше он говорит исходя из природы одиноких сексуальных опытов не похоже что в большинстве случаев то что люди называют мастурбацией оказывало большой эффект на последующие опыты в жизни такое может происходить у юношей однако это невинное упражнение чаще всего вызваны любопытством но верно и то что вот этот первый опыт влияет на жизненный опыт в общем как-то так ничего не проходит бесследно то что было в тех жизнях оно конечно влияет но вот как он про мастурбацию это тоже как бы влияет но насколько вот эти юношеские опыты влияют на взрослую сексуальную жизнь ну наверное так же и предыдущий импринт вопрос пользовал пользуется ли этим группа Риона как поводом для впечатывания в сущности пристрастий способствующих негативной поляризации то есть пользуются ли этим приемом этим знанием орионцы для того чтобы людей закрепить в негативной поляризации так же как и мы члены конфедерации пытаемся направить нашу любовь и свет при любой возможности негативная ориентированная группа Ориона будет пользоваться любой возможностью если индивидуум уже поляризован негативно ну то есть ответ да допустим давайте я не буду уже расшифровывать это короче да орионцы сексуальный аспект тоже применяют для того чтобы укрепить свои позиции вопрос существуют ли какие-то эмоциональные склонности не имеющие ничего общего к сексуальной полярности мужчина женщина которые могли бы способствовать увеличению сексуальной энергии сущности ого ничего себе весьма не похоже на то чтобы увеличение сексуальной энергии происходило не на фоне сексуальных пристрастий пристрастий в сущности возможно мы не поняли ваш вопрос но кажется очевидным что сущность с потенциалом сексуальной активности будет испытывать увеличение сексуальной энергии был вопрос что есть ли что-то какие-то упражнения эмоции медитации например которые не имеют отношения к сексу к сексуальности которое может было увеличить сексуальную энергию человека ну я так понимаю Дон спрашивает про себя потому что он во-первых наложил у себя сам целебат и наверное у него уже этой энергии не было он думал как бы каким образом это восстановить поэтому он спрашивает вот я помедитирую возникнет у меня сексуальная энергия она отвечает ну как-то это немного странно если человек испытывает сексуальное возбуждение или стремление то у него возникает сексуальная энергия а как от чего съел гамбургер и возникло большое желание это ну как-то странно то есть нет только если ты думаешь о сексе у тебя появляется сексуальная энергия вот так по-простому вопрос я много думал о возможности группы Ориона влиять на некоторых членов третьего рейха я читал сообщения что они испытывали сексуальное наслаждение наблюдая за убийством в сущности в газовых камерах а вот он откуда еще то есть фашисты возбуждались когда видели как другие умирают рано повторяем эти сущности обладали потенциалом увеличения сексуальной энергии выбор стимулов это конечно выбор сущности в случае о котором вы говорите сущности были сильно поляризованы оранжевым лучом то есть демонстрировали энергетическую блокировку в виде власти над другими доведение до смерти это проявление власти над другими выраженной сексуальным способом хотя и в одиночестве без партнера в этом случае желание не ослабевает и не угасает если вы понаблюдаете за всем спектром сексуальных практик ваших людей вы обнаружите что есть сущности испытывающие наслаждение от доминирования над другими другими либо в виде насилия либо в виде других форм доминирования в каждом случае это пример энергетической блокировки сексуальной природы Нура отвечает эти фашисты обладали обладали потенциалом увеличения сексуальной энергии то есть они основа их возбуждения был секс и а стимул может быть там порнография какая-то эротика какие-то ну то есть стимул это за счет чего ты возбуждаешься дальше они были поляризованы оранжевым лучом властью и когда они понимали что это они убивают людей то они наслаждались этой властью и их сексуальность возбуждена поднималась до максимального уровня вот были при этом реализовывали они тут же эту энергию или это оставалось в них там кипело там и так далее это уже такой момент без партнера даже даже без партнера то есть и дальше он говорит ну вообще-то вот во власти люди часто уже такого возраста что они не могут что-то такое сделать женщины но вот это упивание властью приносит им удовлетворение доминирование насилие власть в том числе наверное поэтому и многие политики держатся за власть до последнего потому что это как секс но если убрать эту власть то этого секса не будет дома на пенсии они этот этот секс не получат вот поэтому они держатся быть на этом кресле на этом посту чтобы чувствовать вот это вот фашисты смотрели на как убивают в газовых камерах людей а эти чувствуют себя помягче конечно же когда к ним приходят с поклоном с уважением с конвертиком просят все вот это их такой секс удовлетворение я начальник ты ничто вопрос тогда могла ли группа Ориона влиять на сущности посредством действия оранжевого луча так ли это происходило если мы вернемся к началу третьей плотности этому должна быть первичная причина ра причина не в Орионе это свободный выбор ваших людей это трудно объяснить но мы попытаемся передача и блокировки сексуальной энергии это проявление или пример чего-то более фундаментального поскольку ваши люди были открыты концепциям враждебности и жадности к собственности эти искажения начинают выращиваться вниз по дереву ума в выражении совокупности тела а сексуальное выражение основа совокупности тела следовательно блокировки сексуальной энергии хотя их усиливало и увеличивало влияние Ориона это в основном результат бытия свободно выбранного вашими людьми это был последний вопрос до того как закончить сеанс поэтому мы можем только прояснить его или ответить на короткий вопрос вопрос был про оранжевый луч орионцы могли ли влиять оранжевым лучом на людей негативной ориентации рад отвечать дело не в Орионе а в выборе людей значит поскольку люди стали эгоистами жадными к собственности к накопительству богатству то это начало опускаться к дереву ума по дереву ума в корень а корень это секс сексуальный соответственно вот эти две концепции или одна концепция встречается с другой и богатства и секс соединяются и соответственно это эгоист это уже как бы воин Ориона и соответственно такой человек тут же попадает под влияние орионцев и все дальше только проработать взаимодействие как они будут работать дальше вопрос мне необходимо узнать работает ли это через механизм расовой памяти или каким-то образом заражает все население ну предыдущее да ра я есть мра расовая память содержит все что было пережда поэтому существует скажем загрязнение даже самой самой сексуальности которая выражается в вашей культуре скорее как разные склонности к соперническим отношениям в как вы это называете браках чем к свободной отдаче себя другому человеку любви и свете бесконечного творца в общем рак говорит что ну правда что такое расовая память рас раса раса ну белая раса черная раса расовая память содержит все что было пережито этой расой да не человеком а расой поэтому существует искажение тут написано загрязнение искажение самой сексуальности которая выражается в вашей культуре этой расы в этой расе такая культура взаимоотношения между полами в этой другая и эта культура склонна к определению отношений в браке больше чем к передаче к свободной передаче энергии друг от другу то есть вот эта раса белая раса вот такие правила сватания свадьбы жизни в браке да вот такие и люди больше зациклены на том чтобы соблюсти все вот эти правила а не передавать друг другу энергию другой стран или в Африке да там другие правила и там тоже соблюдает традиции наблюдает наказывает поощряют но меньше думает тоже о передаче энергии от мужчины к женщине наоборот вот что для него брак как я понимаю из текста ну такое это ваша культура это вы так придумали ну как бы свобода воли придумали да соблюдайте можете перепродумать и по другому жить вопрос вот это видимо было добавлено вопрос именно это я и пытался узнать большое спасибо мне бы не хотелось перегружать инструмент поэтому спрошу что мы можем сделать для большего удобства инструмента или улучшения контакта ран пожалуйста осознайте что инструмент устал канал очень чистый однако мы находим что жизненная энергия понижена нам не хотелось бы истощать инструмент существует энергетический обмен при котором мы считаем своей честью обязанностью предложение информации когда инструмент открывается поэтому совет инструменту пытаться внимательно оценивать жизненные энергии прежде чем предлагать себя в качестве открытого канала все хорошо вы сознательны я есть мра я покидаю этот инструмент и вас в любви и свете одного бесконечного творца отправляйтесь в путь ликую в могуществе мере одного творца адонай что он сказал дон спрашивает что может сделать для улучшения контакта что мы может сделать для карлы рад отвечает поймите что инструмент устал устал то есть он потратил энергии то есть у нее дефицит энергии канал очень чистый сам канал но энергии стало мало а вот он говорит мы находим что жизнь энергия понижена нам бы не хотелось истощать инструмент но он должен работать и вот ключевая фраза существует энергетический обмен при котором мы считаем своей честью обязанности предложение информации когда когда инструмент открывается поэтому совет инструмента пытаться внимательно оценить жизнь энергии прежде чем предлагать себя в качестве открытого канала ну вот другими словами он обращает внимание что у Карлы дефицит энергии и вы мужчины сделайте энергетический обмен чтобы ее зарядить мужчины вы свой инструмент ну как бы берегите вот что он сказал в конце хотя это непонятно явно благодарю за внимание приглашаю на следующий сеанс у у у у у у у Продолжение следует...